Мы получили ответ на наш запрос по поводу правомерности перечисления денежных средств в сумме 331 600 гривен в адрес ООО Агросервис за строительные работы по акту номер 1 за июль 2018 года. Как оказалось, в этом акте указаны работы, которые были фактически сделаны много лет назад и за которые бюджет нашего поселка должен был рассчитаться еще предвидующим поселковым городом Гоменек Валентина Михайловна. Все мы знаем, жители Идиополя, что эту сцену собрали, наверное, уже на лет 10 назад и ей пользуются, в таком виде, как она есть, уже очень много лет. Ну, мы пошли в поселковый совет узнать, на каком основании, при полном отсутствии работы в июле 2018 года, председатель Бельского совета Лидия Ивановна Савельевна подписала платежное поручение на перечисление более 300 тысяч бюджетных гривен в адрес ООО Агросервис. По Агросервису. Так, я говорю, а кто подписывал? Я спрашиваю, кто? Тут не написано фамилия. Это чья подписка? Сан-Григорьевна Новикова. Новикова? Дякую. Пан Григорьевна, мы сейчас изучили это так, пошли на сцену. Скажите, пожалуйста, что из этого было сделано в июле 2018 года? Слушай, есть подпись. Кого? Нашего технодзора. А кто такой технодзор? Это технодзор, после которого я подписываю про Скуровский. То есть он, ну вот ты же знаешь, что там ничего не делалось в июле Месси. Ну давай честно, ну мы же с тобой знаем эту сцену, которая в 10 лет уже в таком жизни. Ну, в 10 лет. То есть про Скуровский Владимир Петрович подписал о том, что... Конечно, я подписываю только после того, как... То есть ты не выходила, он работы смотрел? Работы смотрел про Скуровский, работы смотрела Лилия Ивановна. Я подписала договор. Все, я понял. Лилия Ивановна, вот мы внимательно посмотрели этот акт о том, что в июле Месси там ничего не делалось в 2018 году. Ты пытались до Владимира Петровича, я тут их ничего не делала. А вы не выходили на место? Ну, у вас, смотрите, мы платим 400 тысяч, да, практически? А это, значит, питание до нашего технезона. То есть за все время к нему, да? Да. Ну, что мы можем от ее спитать? Хорошо. Как оказалось, подпись под актом выполненных работ стоит не Лидии Ивановны, а Светланы Новиковой, секретаря Рады, которая уверяет, что объем работ засвидетельствовал депутата Ведепольского поселкового совета Проскуровский Владимир Петрович. Председатель Савельева тоже все валит на Проскуровского. Дескать, он эксперт и все вопросы к нему. Вот так. Мало Проскуровскому вымышленных строений, которые он рисовал в технических документах для того, чтобы мошенники украли земли мемориала 411 батареи. Реально, настолько по этому делу он избежал только благодаря сотрудничеству со следствием и закрытию уголовного дела по факту, что срок приселения так и не состоялось. Мало ему дела по взятке, которая уже находится на завершающей стадии рассмотрения в Ведеопольском районном суде, так Владимир Петрович теперь решил поучаствовать в отнимании бюджетных денег, которые уже поступили на счет частной компании. Спасибо, Петр Ивот, скалочка, конечно же, за твои старания о мошенничествах и коррупции. Вот так у нас депутат, вечно ищущий себе приключения на одно место. Завтра по факту этих незаконных переслений денег за фиктивные работы мы обращаемся в правоохранительные органы. А вам, Владимир Петрович, рекомендуем нанять адвоката. Роман Варшениза, Андрей Хлопчик, Альтернатива Орг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова